В декрете больше 2,5 лет, или 25, ну пусть будет 2,5 лет, посещают мысли, что мужу становится неинтересно, да и самой себе не развиваюсь, а ты развивайся, господи, да, посещают мысли, что мужу неинтересно, да и самой. Иногда задаю ему вопрос, на этот счет говорит, что все нормально, его все устраивает, как вы считаете, он просто не хочет меня обижать, или правда все нормально, не, ну само собой, если кто-то и знает ответ на этот вопрос, что думает твой муж, то это я, мы же с ним близкие, друзья, он у меня консультируется, мы ходим в баню, и такой вопрос, как будто, ну реально мы какие-то, да я откуда знаю, я ни тебя не знаю, ни твоего мужа, так он врет или по правде говорит? Мне кажется, я ему неинтересно, а что муж говорит? Муж говорит, что интересно, а ты что? А я думаю, неинтересно, ну все, встань еще интереснее, хуже не будет. Я боюсь уже читать вопросы, как отвечать мужчине на слова, ну что, ну как, ртом, в ухо, как отвечать? Как перебороть в себе, боясь знакомств с мужчинами из-за стереотипа, что 40-летним женщинам с двумя школьниками 7 и 11 лет не может, такая женщина не может построить лишнюю жизнь? В разводе и без отношений 4 года, папа с детьми в тесном общении. Если у вас какой-то психологический сдвиг неадекватный, то есть у вас неадекватная реакция на что-то, ну то есть все понимают, что, ну согласитесь, хотя бы теоретически есть мужчина, которому интересно и необходимо 40-летняя женщина с двумя детьми? Ну да, ну, да нет, а давайте, а что это за мужчина? Какой мужчина может, пожалуйста, разведенный мужчина, а что, разведенный мужчина очень хочет женщину с двумя детьми? И поэтому такой, хочу кучу детей. Смотрите, немножко разная вещь, разведенный и не может иметь детей. Это, как говорю, космонавтов и пидорасов вспомнить в одном предложении. Вроде ничего общего, а осадок остался, да? Ну да, конечно, допустим, мужчина хочет иметь детей, а у него не может быть детей по какой-то причине. Логично? Логично, он вполне реально может найти себе женщину с детьми и реализоваться как отец, ну как отчим, да, по большому счету. Это, опять же, может быть мужчина, допустим, вдовец, у которого есть тоже дети. У нее двое детей, у него двое детей. Вы объединились, хлобысь, у вас четверо детей. Прикольно. Ну, допустим, вот моя бабка, она именно по такой схеме, ну, жила, да? Там во время войны кто-то погиб, ну, ее погиб муж, у него погибла жена. Они, как бы, после войны сошлись, там, забабахали мою маму, как совместное, ну, воплощение двух семей. И все, и нормально, там, прожили всю жизнь. Единственная проблема, что я всю свою жизнь не мог понять, почему все мои родные дяди и тети, они отличаются не только по фамилиям, но и по отчествам. Что это такое? А больше всего мне, конечно, бесило, потому что, ну, имя моего дедушки, которого я помню, и отчество моей мамы, которая его дочь, разные. Я вообще недавно только это узнал. Я говорю, мать, хотел узнать, никого не хотел. Вот почему, дед, Петр, а ты Порфирьевна? Она такая, так он Порфирьев, просто его Петей называли. Я говорю, твою мать, человек 50 лет жил в шоке. Думал, может, какие-то там блядские штучки у бабки были там. Поэтому, извините, отвлекся на личности, на свою семью вспомнил. Но очевидно, что есть мужчина, который подходит. Ну, так же, так же. Поэтому надо понимать, у меня есть двое детей, и должен быть мужчина, которому нужна женщина и двое детей. По какой-то причине. Потому что, еще раз, люди имеют право не хотеть чужих детей, там, или... А, ну, даже я скажу больше. Женщины имеют право не хотеть высоких. Прикинь, мужик такой, я высокий, есть стереотипы, что бабы за высоких замуж не выходят. Ну, и чего? А есть же те, которые, ну, хотят высоких. Ну, да, прикинь ты, вот, Каланча, 2.0.17. Ты живешь в мире, где все тебе, ну, ниже сисек. А ты хочешь семью, любовь, всякое такое. И ты тут как раз выпалз, вот этот вот Херсбург Раблин, и ходите 2.6. Я, еще раз повторю, я уверен, что у каждой кастрюли своя крышечка есть. Почему после... Понимаете, вы написали письма, я их не редактирую, читаю, сам в шоке. Поэтому, добро пожаловать на борт. Почему после долгих лет в браке, в кавычках, отношениях, пропадает романтика? В халате и в бегудях при мужа не хожу. Ну, видимо, слушала где-то. Ну, да, это бывает один вариант, если ты ходишь в халате и в бегудях, а ему это не нравится. Почему пропадает страсть, романтика? Ну, хорошо, страсть, романтика, может, не одно и то же. Ну, давайте объяснимся. Романтика, что вы имеете в виду? Ну, что, люди вкладывают? Вот у женщины пропала в отношениях романтика. Что там пропало? Объясните мне. Он перестал делать сюрпризы, да? Пристал приглашать на свидание, дарить цветы. Еще? Ухаживание. А что за тобой ухаживать, мы живем вместе? Трепет на отношениях. Трепет на отношениях. А как вы считаете, пропала ли романтика в глазах у мужчины в этой браке, отношениях? Ну, если там вкладывают в финансовую, значит, нет. Спасибо за деньги. Я, если можно, оставлю без комментариев. Ну, вот смотри, мать-то в курсе. Романтика не может пропасть у одного какого-то. И вот девочка такая, пропала после долгих лет в браках, в кавычках, отношения. А, пропала романтика. Она пропала у вас, у двоих. Вы просто в костер, в романтический костер по очереди пописали. Вот он и затух. Вот, все очень просто. Надо вкладываться в романтику, конечно. Цветы дарить. Друг другу. Ну, хорошо. Мужчина дарит женщине цветы. Что? Для чего он это делает? Чтобы ей было приятно. Чтобы ей было приятно еще. Чтобы она поблагодарила. А, смотри, мать-то в курсе. Что значит, чтобы было ей приятно? Надо, чтобы ему было приятно. Мы эгоисты, мы меркантильные твари. Что бы мы ни делали, мы ждем какой-то. Эти мужчина дарит женщине цветы. Она такая, ой, это мне. Ты мне купил цветочки. Мои любимые гвоздички. Ты хоть не с кладбищем принес? Нет, что ты. Спасибо, ты же знаешь, как я обожаю. Боже, ты такой классный. Ты такой классный. Все, вечером такая, раз, одела костюм стюардессы. И такая, сейчас мы будем взлетать. Да, да. Когда выпадет маска кислородная, сначала оденьте мне, а потом только себе. Оп, и все. И он такой, всегда дарит цветы, потому что это, ну, бодрит стюардессу. Что вы смеетесь? А это же реальность такая. Он должен дарить цветы. Он делает это, потому что ему самому от этого приятно. Ты же не корова, что он тебе привез цветы. Если ты цветы принимаешь, как корова, которая жрет их, тогда у тебя дарить-то не будет. Вот. Как дарить? Научить надо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас кулинарные курсы? Да, сейчас. И планируете ли вы в Москве лекции про воспитание детей? Верите ли вы в существование двух половинок? Половинки, да, да. Вот это вся история с половинками. Ну, кулинарные курсы нет. Я же не Кобзон, что 10 лет ездил с прощальной гастролейю. Нет, у нас давно, уже много лет назад случился прощальный кулинарный курс. Мы там собрали кучу каких-то странных людей. Они заплатили ахулион денег. И мы счастьем это все закончили. И раз закончили, умер, значит умер. Все. Нет, я сейчас известный семейный психолог. Это закрыли. Теперь две половинки. Меня пугают вот эти розовые сопли про двух половинок. Вот такое ощущение, что надо ничего не делать. Надо просто найти свою половинку. Ходишь, ходишь. А что здесь под деревом? Моя половинка? Нет, не моя половинка. А вот это. Ой, не моя половинка. Половинка. Половинку надо долго притирать. Половинка это не то, что ты болтик накрутил гаечку. Это знаете, вот как пробочка от духов притертая. Там придется ее долго тереть, чтобы она прямо всеми своими этими вошла. Ну, это моя версия. Девушка 24 года. Пропадает интерес в отношениях. Интерес пропал в отношениях. Срок 6 месяцев. Через это время становится неинтересно, что делать. Менять партнера или меняться самой? Ну, как бы ответ может быть и тот, и другой. И партнера менять надо. Но мы же не знаем, что ты делала эти полгода в отношениях. Ну, все знают. Все знают. Мы даже уже на первой лекции вам рассказали про отношения. Ну, давайте, ну, конечно, наверняка я ошибаюсь про эту девушку 24 года. Ну, она встретила симпатиягу, они начали трахаться и строить отношения. Трахались, трахались, затрахались. Может быть, странно это звучит. Но вот это все время просто трахаться с малознакомым человеком, с надеждами на будущее, не так интересно. Ну, надоело. То ли он тебе надоел, то ли она тебе надоела. Вот и все. Ну, сексуальная гармония заканчивается через 7 месяцев. А у тебя сколько случилось? А, 6. Ну, все, я близок к истине. Люди не могут долго находиться просто на одном сексе. Ты симпатичная, ну, блин, ну, давай по-честному. Ты же не самая симпатичная на планете. Да даже если другая женщина менее симпатичная, но ты-то уже пробованная. Тебя хотели попробовать, потрахаться. Ты хотела еще какие-то истины. Ну, опять-таки, протрахаться. Отношения. Мы в отношениях. Да кто был в отношениях? Юзали тебя в отношениях. Хорош спать с малознакомыми людьми. Я вчера, по-моему, кому сказал, девушка аж обиделась. Куда ты делась? Ну, простите, я так по-отцовски, знаете, такой. Да хорош, блядовать, мать, ну, че ты. Держи, ну, ты ж хорошая девушка. Ну, а как же, мужики-то не хотят общаться. Ну, ты же не проститутка. Ну, я понимаю, если ты проститутка, берешь деньги и не трахайся. Это волнительно. Ну, такая вот, девочки, можно всех посмотреть. Загнал в баню этих самых, четыре штуки выбрал, остальных выгнал. Он такой, ну, давай ты, хорошо, отдал денег сутенеру. Она такая, я не такая. Я не такая, мы мало знакомы, давай поухаживай за мной. Можешь мне там бульбочки в джакузи попускать? Ты, конечно, расстроишься, потому что, ну, ни хера себе, странность какая. Так вот, женщины, не ведите себя, как будто вас в баню вызвали и заплатили. Поясните на примере подробнее. Защита границ именно. Как наказывать за нарушение границ, чтобы желание отпало их нарушать? Варианты. Не, ну, прекращайте. Варианты я не буду читать. А как вообще наказывать человека за его недостойное поведение? О, умница, он сидит и знает. Это набор мероприятий, чтобы человека из комфортного состояния перевести в сильно некомфортное. Это любые мероприятия, чтобы человек страдал. А как, я не знаю как. А нехер общаться с человеком близко, если ты не знаешь, как сделать, чтобы он страдал. Это основа семейной жизни. Если ты выходишь замуж за мужика, ты должна знать, как сделать так, чтобы он страдал. Конечно, если ты тупая, ты знаешь только, как сделать, чтобы он страдал, и не знаешь, как сделать, чтобы он был счастлив, ну, у тебя ничего не получится. Поэтому женщина знает, общаясь со мной, если поступать так, ты улетаешь в небеса. Если поступать так, ты проваливаешься в полный анус. Все. Твой выбор, мой мужчина. Мужчина такой. Где же лучше, на небесах или в анусе? Сложный вопрос. Сложный вопрос. И все кажутся, а вдруг он выберет анус? Да никто не выберет. Все хотят на небеса. Вот и все. Ну, мужчины, кто хотел жениться, и чтобы женщина, ну, быть счастливой, чтобы она дарила тебе радость, счастье и тому подобное. И ты готов что-то в ответ выдавать. Если ты знаешь, ты сюда инвестируешь, оттуда прикатываются интересные бонусы, вот тебе и твоя половинка. Увлекаюсь таро и астрологией. Мужчины боятся со мной общаться после того, как узнают о хобби. Ну, а ты с маниакальной настойчивостью об этом и говоришь. Как тебе зовут Лена? Чем занимаешься? Я занимаюсь таро и астрологией. И он такой, все, я ухожу. Может, не поэтому они от тебя уходят? Ну, кто бы хотел трахать женщину, которая астрологией занимается, или таро? Что она там на картах такое раскинет-то? Чтобы у тебя отцов жижулик, что ли? Не говорить о своем увлечении будет обманом. Или все-таки говорить и смотреть на реакцию? Сходи к психологу. Ну, потому что, ну, вот как в какой момент ты себе придумала, что мужики, которые с тобой перестают общаться, они чисто из-за таро уходят? Конечно. Ну, это то же самое. Меня бросил муж. Первый, второй, четвертый, седьмой. Как ты думаешь, почему? Ну, мне кажется, потому что я русская. В смысле, почему? Ну, все, кто узнавал, что я русская, меня бросали. Говорю, то есть, не потому что ты дура, не потому что ты неадекватная, не потому что ты вот это неблагодарная тварь, не потому... Не, не все не поэтому. Да не, не может быть. Таро, таро, однозначно. Меня никто не берет на работу. Почему? Красивый. Вот туда пришел на работу, говорят, мы тебя не возьмем. Почему? Ну, ты нам не подходишь. Наверное, потому что красивый, да. И туда они взяли. Ну, это ум подсказывает какую-то херню, чтобы тебе легко жилось с собой. Ну, в одной из лекций вы говорили, что у вас много подружек. Как стать вашей подружкой? Ну, не то, чтобы я сейчас как бы открыл тендер на это мероприятие. Ну, смотрите, дорогие друзья, раз вопрос насущный, раз массы требуют, и незамедлительно надо, так сказать, интерес удовлетворить. У меня подружки, они... Это люди, которые... Ну, как-то со мной пересекаются. По работе там, там, еще где-то. Может, мы живем где-то рядом. Ну, и либо мы там дружим с семьями. А вот такая вот история, что... Кстати, а давай с тобой дружить? Ну, так не получится. Ну, как-как, где мы будем дружить вообще? Вы догоните меня еще. Я же передвигаюсь, как... Как этот... Не-не... Да я... Так я плохой друг. Давно женат. Как научиться бытовые ситуации переводить в юмор? Работаю на ответственной должности. Дома тоже беру ответственность на себя. Напрягаюсь сам и напрягаю жену. Подскажите, пожалуйста, метод. Друг мой, вот... Некоторые говорят, что я юморист. Ну, честно говоря, ни хера это не получается. Вот вряд ли я дома там на хахоньки-хихоньки какие-то домашние проблемы с женой. Так она такая... Слушай, я не понял, а что это за херня? Я говорю, так это же сюрприз. Сюрприз. Ты что, это же ИСКВН, 87-й год, новый армянин. Ты что, дебил, что ли? Иди он на свою работу, там шути. Здесь конкретно вкрути болт и так далее, и так далее. Да нет, ну как научиться бытовые ситуации переводить в юмор? Их решать надо. Другое дело, что, возможно, ты настолько серьезный, что даже в зеркало себе улыбаешься, когда бреешься. Это другая история. Надо отдыхать немножко. Дорогие мужчины, открою вам страшный секрет. Нужно на работе отдыхать от жены. Дома отдыхать от работы. И, конечно, еще нужно немножко времени, чтобы отдыхать и от жены, и от работы. Я не о волонтерах. Но видите, не только женщина в голову мысль приходит. Мужчина такой сидит. Блин, что-то дома у меня все напряжено. Из-за чего? Юмора не хватает. Юмора. Вот есть ИБД. Петер Астан вообще развелся. Переводил, переводил в юмор. Степаненко неоценила. Надеюсь, Фаганыч на меня не обидится. Да он вряд ли меня слушает. Прикинь, такой сидит. Что-то, кстати, про меня мало в этом году говорил. Уже пару лет слушаю ваши лекции онлайн на ютубе. Пришла сказать вам спасибо команде. Попросить благословений. Ахалай, махалай. Так, благословения раздаю. Пришла к вам на лекции, чтобы посмеяться и отвлечься. Но буду благодарна за совет. Кстати, может нарушиться, посмеяться и отвлечься. Я вот заметил, что если ты вот пришла, села и просто сидишь. Вот не лезешь с вопросами там это. Вот сто процентов. Посмеешься, отвлечешься и поедешь домой. Как дело вот касается вопроса, там уже бабка на двое сказала. Ну ладно, написала так написала. После отставания начинаю перечитывать переписку с мужчиной. Мониторю Инстаграм. Раньше по этой причине всегда удаляла переписку. Максимально старала сама себе ограничить доступ. В данный момент еще и мониторю Инстаграм его жены. Но мы не общаемся. Но мы не общаемся. Пять дней уже. По моей инициативе. Нормально ли, что я удаляю переписку только у себя, чтобы не страдать, не рыдать? Можно ли как-то быстрее отойти от желания перечитывать и переживать заново все? Перестать мониторить может? Я стараюсь занять свою жизнь. Но как проснусь и перед сном всегда смотрю соцсеть. И перечитываю последнюю переписку. А в чем вопрос? Удалять, не удалять? Ну, давайте по-честному. Я говорю, удалять. И она такая, ну, хорошо. И удалила. То есть надо у меня спросить. Солнышко, не надо строить отношения с женатыми мужиками. Не придется перечитывать переписки. Да, поэтому на выходе возьми визиточку и к Алексею Викторовичу. Сразу запишись на 10 сеансов. У тебя, вижу, есть время и необходимость. Как отвечать мужчине на слова о том, что официального брака по бумажке не будет, так как у них в семье это не принято? Да. Тебя как зовут? Катя. Катя. Ну, ты должна понимать, только трах. Если как бы и будем жить, конечно, без официальных бумажек. Почему? Традиции. Традиции моей семьи. Да не надо общаться с человеком, у которого такие традиции. Я понимаю, там, ну, доблесть. Традиции нашей семьи. Бесстрашие традиции нашей семьи. Паша, какая традиция вашей семьи? Есть такая профессия, родину защищать. О, бля, круто. А то моя традиция, в нашей семье традиция это не жениться на бабах. Как отвечать? Да никак не отвечать, господи. Надо подумать, твою мать, во что это я вляпалась, господи. Традиции. Да я даже, все, ответил. Традиции. Муж перестал дарить цветы. Всегда дарил. Во время брака. Последние полгода перестал. Как вернуть желание дарить? Я всегда благодарил, говорил, как важно мне. Задай вопрос. Ну, допустим, моя опытная мудрая жена всегда говорит. А где мои цветы? Я такой, опс. Я говорю, сейчас едем. Да понятно, едем. Ну, мы едем и покупаем. И есть у нее цветы. А что, язык отсох? Полгода тебе всегда дарили. Дарили раз в неделю. Раз прошло две недели. Паша, а где цветы? Что случилось? Ну, может, мы в финансовом анусе уже. Может быть, ну, у тебя спит. Может быть, ну, не знаю. Может, у тебя родилось много детей не от меня где-то на стороне. Может, ну, что-то случилось. Может, у тебя камни в почках, тварь. Я ж переживаю. Где цветы, сука? Ну, какая-то же причина есть. А он говорит, да что-то замотался. Фу, ну, слава богу. Господи, поехали. Ну, а то я заволновался. Полгода она сидит. Как вернуть? Вернуть. Спроси. Вот язык вам зачем, люди? Не знаю. Мне, наверное, кажется, что... Надо жене сказать, чтобы лекции читала. Такая вышла, такая села. Девочки, какие у вас есть вопросы? Набьется до горизонта людей. Ну, очевидно, прикинь. Жена Сатьи. Как можно, ну, жить 29 лет с человеком, который, ну, явно неадекват? Как вообще можно было приручить вот этого бандерлога? И так далее, и так далее. А он еще, сука, ездит и всем рассказывает, какой он счастливый. Ну, почему она не поручит? Ну, она умная просто. Поэтому нахер оно ей нужно? Зачем вот это? Куда-то ехать? Зачем? Всем рассказывать? Чтобы вы ей заплатили деньги? Так вы мне заплатите, я ей отвезу. Ну, простите, простите, да. Я иногда веду себя цинично, сейчас объясню, почему. Потому что, ну, наверняка у маленького процента людей возникла такая мысль. Ну, понятно, бабам на уши лепит всякую херню, денежки просто снимает. Поэтому я сразу признаюсь, да-да, я это и делаю. И все такие, ну, тварь, но он зато такой искренний. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вопрос. Семья, в браке 15 лет, двое детей, я не работаю, зарабатывают супруг. Вышли на этап духовного развития. Вот мне там интересно, что там дальше. Дайте, пожалуйста, совет, что можно делать женщине, жене, в семье, чтобы помочь развиваться материально супругу. В семье и в целом, если рассматривать семью, как единый поток. Благодарю за ответ. Я думаю, нужно продолжать тебе делать то же самое, что ты и делала. Потому что, смотри, ты в браке 15 лет, двое детей, ты не работаешь, зарабатывают супруг, вышли на духовный этап развития. Все, ничего не меняй. Вот прямо зафиксируй, что ты делала, что ты прямо вот счастлива 15 лет. И ничего не меняй. Без импровизации. Потому что мужчинам легче от этого. Потому что мужчина, он такой. Представьте, мужчина пишет. Сатя, я 15 лет женат, двое детей, все нормально, адекватная баба, все хорошо, я счастлив. Он спросит, что изменить к лучшему? Да никогда он скажет. Только бы ничего не качнулось. Это вот мужчина. Ну а зачем? Ну все хорошо, зачем? Надо улучшить. Надо улучшить, конечно. Ну я счастлив в браке, я хочу быть дважды счастлив в браке. Ну тракли ее сестру, придурок. Но таких мужчин нет, они ничего не улучшают. А женщина, все у нее хорошо. Вышли на духовный уровень, я даже не знаю, что это означает, но они туда вышли. Как вдохновлять? Вдохновлять. Ну я понимаю, лежит на диване, тварь. Мы живем за мои деньги. Дети не от него. Я уже сбилась с ног. Как сделать, чтобы он хотя бы что... Есть такой фильм, я что-то вспомнил фильм. Я люблю иногда странные фильмы смотреть. Кстати, рекомендую для семейного просмотра сериал, не русский. Фарго называется. Ой, вообще великолепно. Все три сезона мне зашли, они все три разные. Но первый просто мне поломал голову. Мы с женой просмотрели, держась за руки. Такая красота неимоверна. Психотерапевтический фильм. Ну конечно, если вам зайдет. Если у вас, ну, башка достаточно поломана, чтобы смотреть такую хрень. Ну и там жуть какая-то. Какая-то баба дурная на всю голову влезла в какую-то херню. Какого-то гангстера сбила. Они его взяли, через мясорубку пропустили. Чтобы, ну, понеслась под какая-то нечисть. И весь фильм за ними гонялись. Чтобы и муж, нормальный такой парень, работяга. Все из-за этой бабы влез в эту историю. И там спасал ее, спасал. Ну и в итоге, короче, конец. Он такой сидит, у него уже пуля в животе. Она вокруг бегает. Ага. И он такой сидит. Он уже понял, что умирает. И надо сказать. Она говорит. И говорит приблизительно так. Вот вы бабы, вам бы лишь бы что-то улучшать. Вам что-то менять. Нахера? Не надо ничего менять. Все нормально. Все хорошо. Если хорошо, не... Прикинь, человек уже умирает. Прикинь, как у него накопилось. Ну, там претензии к ней были. Но вот перед смертью он именно это ей хотел сказать. Тварь. Ну, а с другой стороны, ну, ты же на женщине женат. Ну, вряд ли бывает она такая, в 16 лет такая. Ой, такая прическа мне подходит. Хочу, чтобы с этой прической меня похоронили. Ну, вряд ли. Ну, вряд ли. Наверняка она будет и рыжей, красной, зеленой, лысой, лохматой, стриженной. Такой туда-сюда. И потом, ну, лысая. Все выпало. И она уже. Ну, как-то так. Ну, женщины все время что-то меняют. Все время. Ну, это так устроено. И так устроено. Второй сезон. Ну, второй сезон. Какая хер разница? Вам бы лишь бы напрасно навести. Что за сомнения? Сказал первый, значит, первый. Второй сезон. Да сколько можно отвечать? Вы вопросы собираетесь задавать? Какая тема нас сейчас интересует? Что мы забыли? Про каких психов? Про уродов? Про детей? Про что? Про вторичные выгоды интересные. Про вторичные выгоды? Укажем во вторичные выгоды свои. Про вторичные выгоды. Виды агрессоров. Виды агрессоров? Поздравляю. Вы отсутствовали на прошлой лекции? Нет? А про какие виды агрессоров мы говорили на прошлой лекции? Шесть штук. Психопаты, социопаты, нарциссы. Помогайте. Эмоциональные вампиры. Жаждущие внимания и... Жаждущие границы. Вот. Видите? Просто вы чуть-чуть забыли. Слава богу, что вы в кругу доброжелателей вам напомнили. Что еще напомнить? Можно вопрос? Да. Хотя ты меня немного пугаешь, но давай. Нет, нет. Я смотрите. Этот мужчина в зеленой футболке красивой рубашки. Он меня все время пугает. Напрягает почему-то. Но вопросы его нормальные. Вот чтоб ты понимал. Меня пугает... Не знаю, может быть, твой личный вид. Не вопросы. Но вопросы шикарные. Красавчик. Ну, девушка уже вырвала микрофон, поэтому сейчас она задаст. Давай. У меня такой вопрос. Я его вообще писала первым. Ну, как-то, да. Зайну куда-то. Вот, да. Если после 50-ти уже в разводе, уже дети выросли, и отношений нет, и как найти свое предназначение? То есть у тебя нет отношений? Ты страдаешь, потому что нет отношений? Предназначение? Ну, да хорошо, давай найдем. А что ты любишь делать? Творить. Творить. Возможно, это твое предназначение. Я лучше сессовать. Да, вот оно и есть. Танцевать. Лучше спеть. Ну, а ты думал, твое предназначение присоединить Аляску или чего? Во что? Запомни, когда человек ищет свое предназначение, он не планирует, чтобы это выросло во что-то. Я скажу больше. Человек даже не планирует монетизировать свое предназначение. Оно вырастает во что-то и монетизируется, когда человек нашел свое предназначение, несмотря на то, что ему нахер не нужна монетизация и все самое большое, оно в это вырастает. А когда ты такой, я хочу найти предназначение, которое принесет мне кучу денег? Драгдилер. Вот я же о чем. Поэтому рисуешь? Рисуй. Творишь? Твори. Ну и... Должна понимать, где-то ходит мужичок. Очень страдает без тебя. Поэтому, ну, возможно, будет держать тебе акварель. Услышала? Слушаю вас. Извините, уважаемые, как вас зовут? Я уже... Владимир. Я мог бы запомнить. Я прошу книгу, надеюсь, на автограф. Однозначно. Мне все очень понравилось. И вопрос такой. Даже иногда даже самые такие хорошие, понятливые, внушительные слова, которые, может быть, даже здесь были произвестены в книгах, еще где-то, зачастую не помогают подросткам, состоявшимся человеку, прогнать таракану из своей головы. Не помогают подросткам, не помогают детям. Поэтому, скажем так, некоторые психологи в школах прописывают детям такой лекарственный препарат, как Финибут. Ваше мнение по поводу лекарственных средств? Ну, смотрите, я так скажу. Первое. У меня нет медицинского образования, это первое. Дальше. Мы говорим о том, что я нахожусь на уровне обывателя здесь, потребителя, не более того. Плюс информация подчеркнута от общения, из литературы и тому подобное. А что это означает? Для чего это лекарство? От расстройства. От стресса. Блин, все знают, и главное абсолютно и успокаивающего, и антидепрессанты, и от расстройства, и так далее, и так далее. Серьезный рецептурный препарат. Вы медик, да? Кто медик? Поднимите руку. Медик, куда мне хоть плясать? А о чем речь? Ну, скажите, вот что он назвал? Да. Да, пожалуйста, да. Здравствуйте, я доктор. Я доктор. На тропы и на тропы не имеют какого-то большого массового подтвержденного действия. Прописывают всем, потому что, когда обращаются, ну, что-то надо прописать. Я понял, но это какая-то антидепрессанты. Я не от тропы. Ну, это, в общем, улучшающих, там, как разкомпленированного роза. Ну, тут такие психологические бадики, я так понимаю. Ну, вот вам и ответ. Нет на этот вопрос. Ну, толку никакого нет, но это, как знаешь, всем это, витаминки пропить, да. Это, как знаешь, как ты не придешь, всем диету номер пять выписывать, потому что хуже не будет, точно не сдохнешь. Как-то так. Вот для этого, вот вам ответ. Да, надо обратиться к доктору и тому подобное. Мы, я читал лекцию про депрессию и выгорание, и там мы зацепили антидепрессанты. И это тоже для меня было очень удивительно. Сама вот история, я прочитал очень много про антидепрессанты. Меня удивило там, что эффективность антидепрессантов, многие утверждают, там что-то около 15-20%, не более. Сомнительная история, эффективность лекарств 15-20%. Почему? И там дальше вся целая лекция плывет из этой истории. Потому что огромное количество проблем с депрессией, с выгоранием, оно не из-за того, что, ну, там у тебя там заблокировалась выработка там чего-то и так далее, и так далее. И нужно выписать какие-то антидепрессанты. В большинстве своем это какая-то хандра, какая-то усталость, неправильное питание. И там целый список побочных эффектов других медикаментов. И там огромное, огромное количество. Там вплоть до того, что у человека могут возникнуть все принципы депрессии, если у него просто защемление в шее. То есть человек может вылечить депрессию, просто попав к хорошему. Мануачу. Просто даже к мануачу. Он начал зарядку по утрам делать, и такие, гоп, депрессия ушла. Цвет включили. А был черно-белый последний, ну, последние 6 лет. Поэтому лекарства, эта штука хорошая, но, ну, давайте по-честому, мы так долго живем, потому что в нашем этом продвинулась медицина. Лет 300-400 назад никто на пенсию в 80, ну, ничего подобного не было. Там 35 лет все. Все уже подохли, всех убили, все обосрались и уберли. 50% детей, ну, не доживало до, там, чего-то, до совершеннолетия. Сейчас, слава богу, все не так. У нас и гигиена, и медицина, и эта штука очень хорошая. Ну, главное, найти хорошего специалиста. То есть таблетка, это может быть очень хорошо, но сам специалист, доктор, который тебя прописывает, ты должен ему доверять, он должен быть, ну, он должен за этим следить, он должен быть квалифицирован, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы медикаменты выписываем себе, поговорив с человеком в аптеке, а именно большинство русских так и делает, идут в аптеку, говорят, девочка, что там, у меня что-то голова болит, ну, попробуй, конечно, я не против аптекарей, как бы, но я вообще считаю, что в русской аптеке должен не просто фармацевт работать, это прямо должен быть терапевт, как терапевт-психолог и тому подобное, чтобы он вообще был широкий, он там просто прием у него в аптеке. Поэтому спасибо, что зацепили эту тему, но я поговорил о чем-то другом, но девочка вам рассказала про, короче, можно иногда попивать, попивать, я не буду на всякий случай.